Встречает студентов-служитель монастыря отец Тихон. Он рассказывает историю строительства Церкви Божьей Матери Всецарицы, самого красивого здания храмового комплекса. Задуман он был архитектором Леонидом Чернышевым в 1914 году. Но мечта его не сбылась, помешала Первой мировой войне, гражданской войне, революции. В 2010 году монастырский комплекс признали объектом культурного наследия и подняли вопрос о строительстве храма. Чертежи которого сохранились благодаря красноярскому купцу-золотопромышленнику Геннадию Юдину. Такое есть цель. И с таким страхом мы уже уходить не будем, потому что мы идем в Богу. А как войти к Богу? Надо в чистоте и в страхе, в разложении в родную страну. Храм построили благодаря совместной инициативе Красноярской епархии и председателе Законодательного собрания Красноярского края Александр Усса. Освятили его в 2015 году и привезли в него список чудотворной иконы Божьей Матери Всецарицы из соборного храма со святой горы Афон. Православный Свято-Успинский мужской монастырь был заложен на лесистом берегу Енисея в конце XIX века. Его основали, чтобы укрепить позиции церкви среди свободолюбивых сибиряков, сыльных декабристов и народовольцев. Монахи разводили скот, выращивали хлеб и овощи, шили одежду и сапоги. То есть, для открытия Успенского мужского монастыря, именно это является главной постройкой того времени, вот эти все цельщики архитекты. Келейный корпус Успенского мужского монастыря памятник церковно-живой архитектуры в формах русского стиля последней четверти XIX века с оригинальным декоративным урбанским. Канель эта у нас посвящена Енисейску православному, непосредственно истории этого города с основания Енисейска по до современности. Также на территории монастыря находится культурно-исторический центр. В нем работают клубы по декоративно-прикладному творчеству, в том числе лоскутному шитью, ткачеству, вышивке, гончарному мастерству. Здесь занимаются и взрослые, и дети. Сейчас ученики готовятся к конкурсу по глиняному ремеслу. Тематика конкурса в этом году связана с народным творчеством. Это, может быть, русские народные песни, исполнения, танцы, хороводы. Мы решили изобразить девушек, женщин в русских костюмах, которые даже кружатся в танцы. Ирина Рахимова, Станислав Катунин. Телевидение Сибирского федерального университета.